Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. У нас 16 декабря 2021 года. Я спрашиваю вас, вы хотите дорого-богато, а? Вы хотите дорого-богато? Я покажу вам сейчас, ребята, что такое дорого-богато. Вы хотите не заморачиваться с ремонтом? У вас есть 60 миллионов? Если у вас есть 60 миллионов, то вы успешный человек, ребята. И вам ко мне. И вы можете досмотреть этот обзор до конца. Но если у вас нет 60 миллионов, и у вас есть 20 миллионов, вам тоже ко мне. Мы просто с вами не купим вот это, ребята, что находится за кадром. Но мы купим с вами что-нибудь другое, какую-нибудь коробку. Ребята, мы находимся в хосте. Мы находимся в хосте, ребята. Улица Ручей Видный. И вокруг у нас сплошные виллы и сплошные олигархи. Сплошные богатые и успешные люди. Просто богатые и успешные люди, ребята. В данной локации сотка земли стоит 3 миллиона, 4 миллиона, 5 миллионов. Но никак ни капельки дешевле, потому что все коммуникации, ребята, центральные. Здесь у нас есть и газ, и центральное водоснабжение, и, естественно, 15 киловатт света. Поэтому, ребята, сейчас я вам покажу 160 квадратных метров с обалденным дизайнерским ремонтом. И пускай хоть кто-то из вас мне напишет, что он бы не хотел жить в этом доме. Ребята, да любой человек, вменяемый, включая меня, хотя я не имею такой возможности финансовой, хотел бы жить в этом доме, ребята. И вот с таким видом засыпать и просыпаться, и жарить шашлычки. И чтобы мои детки купались в вот этом бассейне, который 4 на 8 метров. И смотрели вот на это прекрасное море в сторону Адлера. А сейчас я переверну камеру, покажу вам, что у нас здесь продается, за сколько, и расскажу еще более подробно. Вы успешный человек. Даже если сегодня вы не сможете позволить себе купить этот дом, то завтра, поверьте мне, все перевернется, и вы сможете позволить себе купить этот дом. И мой номер на экране, ребята. Переворачиваю, показываю. Так, 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 братцы, что же мы здесь с вами имеем? Значит, смотрите, я однозначно уверен на миллион процентов, что этот объект, который сейчас находится, ребята, за моей спиной, просто для начала я покажу вам виды в сторону Адлера. Вот, посмотрите, до Адлера, ребята, до аэропорта Адлера, от этого места вы доедете ровным счетом, максимум за 25 минут. А вечером, когда вы будете с любимой засыпать в своей кроватке, с потрясающим, вот с таким, ребятам, видом, на фишт, там все будет сиять просто разными огнями. Просто приедьте сюда ночью и посмотрите, какая здесь красота. Вот такая панорама вас ждет каждое утро, ребята, и каждый вечер. Каждое утро и каждый вечер. Мое личное мнение, ребята, что вот этот дуплекс, который, кстати, под документом идет, как два раздельных дома, вот это один раздельный дом, 160 квадратных метров на 3,5 сотках земли, и второй раздельный дом, соответственно, который у нас 120 квадратных метров на 3,5 сотках земли. Я вижу, что этот объект, скорее всего, на 99% под одну семью. Здесь живут родители, там живут дети. То есть какой-то богатый папа, успешный человек по жизни купил своему сыну дом и его жене. Или какой-то успешный богатый сын купил своим родителям, ребята, дом. Или два друга коммерса, которые умеют, ребята, зарабатывать бабки, купили себе эти два дома и приезжают летом чисто отдохнуть, попить винишко со своими женами. Их дети купаются здесь. Здесь даже забор не нужен, ребята. Какой забор? Здесь концепция вот такая. Здесь все будет нарушено. Нет, возможно, нет проблем. Но я сейчас вам покажу, как выглядит придомовая, и вы поймете, что здесь дом на одну семью, ребята. Итак, 160 квадратных метров на сегодняшний день стоит 66 миллионов. 120 квадратных метров на сегодняшний день стоит 60 миллионов. Кто расстроился, переключайте. Но в данной локации вы дешевле ничего не найдете. И это стоит, ребята, этих денег. Однозначно. Поворачиваюсь и еще раз хочу, чтобы вы понимали, какая здесь панорама. Идеальная панорама. Этот же застройщик с правой стороны строит виллу. Вот здесь в этой же точно такой же концепции. И здесь строят виллы. В точно, ребята, такой же концепции. Поверьте мне, в округе здесь одни богатые и успешные люди. И если вы себя причисляете к таким же или планируете стать богатым и успешным, то однозначно, ребята, вам сюда. А теперь я зайду внутрь и покажу вам. Здесь, кстати, надо сделать мангальную зону. Я бы здесь поставил лежачки вот здесь. Однозначно такие, знаете, шезлонги. А здесь просто барбекю. Просто барбекю. В принципе, здесь есть место, можете поставить даже баньку, если вам по кайфу. Можете поставить баньку, а можете просто сделать зону барбекю. Давайте я вам на примере небольшого дома, который 120 квадратных метров покажу. А потом покажу, чем отличается тот, который 160 квадратных метров. Там есть просто дополнительная еще площадь, которую можно использовать, в принципе, как мужскую мастерскую, как летнюю кухню, как, в конце концов, бильярдную или баню. Я вам покажу это. Ребята, здесь, чтобы вы понимали, все дорого, богатое, а главное с умом. Все на подсветочке. Здесь противоток, пожалуйста, нет никаких проблем. Знаете, сколько стоит построить такой бассейн сейчас в Сочи, чтобы вы понимали? Минимум, ребята, минимум 3,5-4 миллиона. Вот обратитесь в самую дорогую, самую дешевую фирму и вам прочитают. Минимум, ребята, минимум. Здесь у нас террасная доска, здесь растут туи, все в подсветке. Керамогранит, частично использован караед. Посмотрите, какой вентилируемый фасад. Это все керамомарацци, ребята. Это все керамомарацци. На всей площади дома введены розеточки, все продумано, все по уму. На всей площади у нас теплый пол. На всей площади у нас, ребята, теплый пол. И это, между прочим, ребята, здесь везде бренды. Все фешенебельно, дорого, богато. Посмотрите, какая плазма. Все у нас здесь на доводчиках, все на подсветочке, сплит и так далее. Это все мелочи. Просто посмотрите, как все это выглядит. И поймите, что вам нужно взять просто трусики, носочки, прихватить с собой 60 либо 66 миллионов и заехать сюда. Все, больше вам, ребята, ничего не нужно. Это поистине дизайнерский ремонт. Обеденная зона увидели? Подсветочку увидели? Обратите внимание, у нас остров. Женщины любят, да? Любят же это дело. Готовочка у нас тут, да? Однозначно. Что важно для любой женщины? Отвечайте. Раз, вариант два. Правильно. Посудомойка. Это очень важно. Это я говорю вам как человеку, у которого дома нет посудомойки. Дорогая, любимая, привет. Однозначно скоро она появится. Дальше что? Правильно. Холодильник встроенный. Липпер. Ребята, здесь все дорого, богато, божь, можь, все дела. Да, микроволнуха, духовка, все это понятно. Все у нас здесь, соответственно, со всякими возможными, так сказать, естественно, доводчиками и так далее и тому подобное. Ребята, ничего вам не нужно для того, чтобы приехать просто сюда жить. Только взять с собой трусики, понимаете? Просто трусики и носочки. Так, ну это у нас управление, пожалуйста, теплыми полами. Итальянское оборудование. Проблем нету. На первом этаже что у нас еще? Вот замечательно. Санузел. Здесь у нас естественно также, ребята, что? Правильно. Керама Мараци. Все отлично. Водичка. Все есть. Все, что нужно, ребята, для того, чтобы что? Правильно. Успешно встретить старость, ребята. Или прожить молодость. Посмотрите, какая лестница, ребята. Как бы сказали риэлторы, какой великолепный лестничный марш. Древесина и сочетание стекла. Каленого стекла. Это великолепно. Это поистине, ребята, хай-тек. И, конечно же, подсветочка. Естественно. Кстати, здесь у нас еще есть некое техническое помещение. Здесь у нас, соответственно, стиралочка, сушилочка просится. И что? Правильно. Правильно, ребята. Обратите внимание. Это вам не полипропиленовые трубы, ребята. Что это у нас? Правильно. Не ржа. Не ржа. Что у нас здесь? Один контур, соответственно. Один этаж. На второй этаж. И бассейн. Подогреваемый, ребята. Болер, пожалуйста. И газовый котел. Вот все, знаете, по уму. Просто профессионалы. 5 баллов. Мои, ребята, аплодисменты. Стоя аплодирую застройщику. Потому что они крутые, ребята. Подлестничное пространство можно, если вы захотите, тоже каким-то образом здесь, естественно, использовать. Дополнительно заказать в конторе, которая этим занимается, специальные шкафы. И да будет вам, ребята, счастье. Обратите внимание, что уже с лестничного марша даже вот здесь, с первого этажа, опять же, открывается вид на море и на бассейн. Поднимаемся спокойным шагом на второй этаж. И что мы видим? Здесь у нас на самом деле входная дверь, ребята. На куда? На улицу. У нас же сегодня с вами обзор наоборот. Мы начали с вами не с улицы, а как обычно, правильно, изнутри. Подходим сюда. Такие успешные люди. Нажимаем на кнопочку. И что мы видим? Так, ну на самом деле надо что-то нажать. Знать бы что только. Ну, допустим, нажмем дверь. Нажмем дверь. Ой, простите. А, ну все. Отлично. Ребята, чтобы вы понимали, по периметру стоят камеры. Полностью вся территория и внешняя, и внутренняя у нас на видеокамерах. Просто, ребята, их немеренно. Вы в полной безопасности. За это отвечает наша служба безопасности, ребята. Полный контроль. Тотальное подчинение. Значит, здесь у нас, естественно, тоже есть прихожий шкаф. Естественно. И по уму сделано что? Оптиволокно, пожалуйста. Здесь всякие роутеры и так далее. И здесь у нас аккуратненько, грамотно, ребята, сделана электрика. Автоматы и все остальное. Это у нас что такое, спросите меня? Ребята, это пульт. Это сигнализация, ребята. В этом нужно вам долго разбираться. Долго. Потому что вы нажимаете на кнопку. Кто-то упал в бассейн. У вас собака упала в бассейн. У вас запищала сигнализация. Кто-то прошел на территорию. У вас запищала сигнализация. По всей территории, внешней, а также внутренне расставлены датчики. Движение, слежение и тотального контроля, ребята. Тотального контроля. Вот мы с вами попали на второй этаж. Что мы здесь имеем? Что за белая комната, спросите вы меня? Что это такое, Дмитрий Александрович? Ребята, да это же с левой стороны два санузла. Ваш собственный и гостевой. Не забывайте еще внизу третий. Внизу у нас кухня-гостиная. Один санузел. А здесь у нас два санузла. И три, ребята, изолированные спальни. Казалось бы, маленький дом вам. Нет, да дом огромный, ребята. Санузел номер раз. Здравствуйте, 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 ребята. Это прекрасно. Так как хочется здесь остаться и никуда не уходить. И почувствовать себя хотя бы еще на один час времени успешным, ребята, человеком. Санузел номер раз. Все дорого, богато. Пожалуйста, обратите внимание, как все сделано. Как все сделано, ребята. Все у нас дорого, богато. Ребята, вы знаете, не к чему придраться. Опять же, управление теплыми полами. Санузел номер два. Какие все-таки отец. Какие же дизайнеры молодцы. Как же они все тут продумали, ребята. Как же они тут все продумали. Лишний раз даже не хочется ни на что нажимать, чтобы не накосячить. Прекрасно жить не запретишь. Да, это дорогая, конечно, ребята, фурнитура. Это чувствуется сразу, конечно. Это чувствуется сразу. Но за эти деньги это так и должно быть. Радует, что застройщик продает это. И это того стоит. Итак, ребята, мы с вами вернемся сейчас немножко назад. И посмотрим с правой стороны. Комната номер раз. А вы уже, соответственно, решайте, где чья, собственно, комната. Заходим. Комната номер раз. С потрясающим видом. Посмотрите, какой гардеробный шкаф стеклянный. Ребята, это что-то. Всегда, если вы скажете своему мужу здесь раскладывать трусики и носочки по полочкам, у него не будет вариантов. Вам не надо будет подходить и говорить. Дорогой, ты почему положил носки опять вот так? Вы просто заходите и такой... И такая... Дорогой, ты почему положил носки вот так? Понимаете? Вам и так все видно. Вам и так все видно. Здесь тоже все просто с доводчиками, просто. Ну, просто это... Высший пилотаж. Дизайнерские всякие штучечки, фишечки. Ну и, конечно же, потрясающий вид. Вы просто смотрите. Детки плавают, вы их зовете на обед, смотрите на море и так и в очередной раз. Да, мать его, все-таки я успешный человек. Она подходит, обнимает вас и говорит. Да, мать твою, ты все-таки успешный человек, дорогой. Вы такие, да, мы успешная семья, сто процентов. Ну что же, ребята, комната номер два. Вот, пожалуйста, датчики тотального слежения. Комната номер два. Это сто процентов ваша комната, ребята. Если так, гостевая, либо еще чья-то, это ваша. Здесь тоже потрясающий огромный гардеробный шкаф. И он здесь уже не стеклянный, пожалуйста. Вот таким вот образом выглядит. До потолка. Потолки у нас высокие. 3,20 всякие дизайнерские штучки. Однозначно. Красота. Без лишних комментариев, ребята. Ну, здесь все продумано до мелочей. Начиная от ортопедических матрасов, заканчивая просто общей атмосферой. И, конечно же, любая девочка оценит этот великолепный, правильно, туалетный столик. Любая девочка, ты меня услышишь, мужчина. Ты же успешный. Послушай меня внимательно. Она это оценит. Тебе просто нужно взять эти гребаные 60 лямов, прикатить ко мне и купить ей этот дом. И она будет твоя навеки. Только оформи его на себя, брат. Не торопись дарить ей. Не торопись. Итак. Естественно, ребята, ну что за вопрос? А это алюминиевые окна, вы меня спрашиваете в профиле. Ну, естественно, ребята, это алюминиевые профили. Посмотрите, какие потрясающие панорамные окна. Из этой спальни самый лучший вид. Самый лучший вид. Вы просто смотрите на эти великолепные олимпийские объекты и понимаете, что это самый лучший. Лучший локации для проживания в Сочи, я не знаю. В следующей стадии идет мое село Каштаны. Но там вид на горы. И вы никогда не увидите такой панорамы на море. Вы и там можете себе за 4 миллиона сделать бассейн великолепный, который будет вот так вот бурлить, очищаться, подогреваться. Проблем никаких нет. В любой период времени, хоть на Новый год, вы выходите и купаетесь, ребята. Потому что вы себе можете это позволить. Потому что что? Не слышишь что? Да потому что вы успешный человек, я вам говорю. Вы можете это позволить. Но такую панораму в Сочи вы нигде не найдете, как в Хосте. Только в Хосте и только на улице ручей видный. Потрясающая панорама. Да, есть еще мамайка, но на ручей видным. Такое соседство, ребята, которого нет нигде в Сочи. Однозначно вам нужно сюда. Ну и третья комната, естественно, Одинская. Более скромная. Сюда вы будете только выходить для того, чтобы исключительно сказать, Сынок, а не пора ли тебе покушать? И здесь тоже вы через прозрачный гардеробный шкаф с отличными доводчиками, с отличным затемнением, вы будете видеть, как у детей сложены носочки и трусики. И будете ругаться на них, естественно, прямо отсюда. Ну и маленькое небольшое окошко. Для того, чтобы, когда кто-то из родственников, если вы все-таки здесь порешаете сделать баню, или, допустим, мангал, вы будете смотреть. Ты что там? Шашлычок там не подгорел у тебя? А? Дорогой, я тебя жду. Я уже догладила. Нет, какая глажка, дорогая. Ты что, у нас же помощница по дому. Извини, дорогой, просто хотела сделать тебе мозги. Понял, 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 дорогая. Ну что, ребята, сейчас я выйду еще на улицу, и покажу вам немножечко, чем отличается этот дом от того, который чуть-чуть побольше на 40 квадратных метров. В принципе, одним помещением только. Ну вы поняли? Вы поняли, что за концепция. Я не хочу выключать камеру. Я хочу прогуляться, потому что я получаю наслаждение, прогуливаясь здесь. А давайте-ка я сейчас... Еще раз нажму, типа я хозяин. Дзинь-дзинь, кто там? Кто там? Так, так, камера один. Так, кто там у нас постучал? Кто у нас там стучит? Не слышу. Кто меня зовет? Сейчас посмотрю. Так, так, так. Кто-то подъехал. Интересно, кто это подъехал. Пойду проверю. Ребята, ребята, и здесь у нас все великолепно, пожалуйста. И здесь у нас все великолепно. Здесь тоже вилла, вилла, вилла строится. Этим же застройщиком будет потрясающая вилла. Ценник, конечно, будет переваливать, ребята, за сотку, естественно. Но это будет серьезная вилла, серьезная. Может быть, 200 будет стоить, не знаю. Может быть, 150. Посмотрим по ситуации, что ребята построят. Будет стоить столько, сколько не посчитают нужным. Значит, смотрите, ребята. Какая концепция? Две двери. Справа живете вы. Соответственно, слева ваши родители живут. Общая входная группа. И, соответственно, един вес. Сейчас я сразу поднимусь, чтобы вы понимали, где мы находимся. А мы непосредственно, как я вам еще сказал, улица Ручевидный. Здесь потрясающе напротив вас 11 таунхаусов. Тоже, ребята, с потрясающим видом. Это ваше соседство. И это тоже, ребята, дорого-богато. Справа-слева только в основном хай-тек. И только в основном успешные люди. Здесь виллы, 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 ребята. Если вы дальше поедете, там тоже исключительно виллы. И ваше соседство, поверьте мне, вы можете парковать машину именно здесь. А можете с въездной группы, с въездной парковкой на 4, ребята, машины. Даже с внешней стороны, как вы уже успели заметить, здесь, пожалуйста, керамогранит у нас. Керамогранит. И тоже все дорого-богато, остекление и так далее. Уже с парковки открывается небольшой вид на море. То есть, без проблем, гости припарковались здесь. А вы, ребятушки, заехали через основной въезд и припарковались там. Четыре. И, кстати, вот сюда вы будете смотреть на гостей. Точнее, оттуда сюда. И четыре, ребята, машины минимум, минимум вы здесь разместите. Минимум. Спорткар можно сюда под навес. Спорткар можно под навес. Сюда заедет любой спорткар. И ваш и Lamborghini, и Maserati, и Porsche Carrera однозначно сюда заедет. Ну, вот так вот и вы возьмете, да? И такие, типа, ну все, подъехали. Все как положено, ребятушки. Кнопочку нажали. Сказали себе в очередной раз, что я успешный человек. И по печатному, ребята, бетончику, по печатному бетончику заехали. И уже потом своими ножками через эти воротики вышли и спокойненько по террасной досточке спустились к бассейну. Потрогу, вот так и сказали. Но это же Италия, это же керамогранит. И мы подошли с вами потихонечку, чем же все-таки этот дом в 120 квадратных метров отличается от этого дома, который в 160 квадратных метров и разницей в 6 миллионов. Да вот этим помещением, собственно говоря, ребята. Вот этим помещением. Свободного назначения я назову это. Если вы хотите, можете здесь сделать, просто сделать, ребята, баню. Я, конечно, бы здесь сделал однозначно, ребята, баню. Но кто-то здесь сделает какую-то летнюю столовую, кто-то мастерскую. Кто-то откроет здесь для жены шоу-рум или швейный цех. Или сделает детскую. Без разницы. Как вы посчитаете нужным, так вы и поступите. Но есть вот это, ребята, помещение. Вот и вся, собственно говоря, разница между двумя этими домами. Ну и техническое помещение здесь, кстати, немножко больше, чем в том доме. Посмотрите, ребята, почему же бассейны строят так дорого, спрашиваете вы. Да потому что, чтобы его установить, оборудование-то надо, ребята, немало. В основном денег, ребята, стоит оборудование. Вот, обратите внимание, чтобы водичка была прозрачная, постоянно движуха идет, постоянно PH и так далее. Движения идут без остановки. Дезинфекция, противоток, противоток, автоподпитка, ручной долив. Все у нас здесь, опять же, как я выражаюсь, дорого-богато. Вот это коридор. Ребята, здесь 100% просятся картины из Икеи. Однозначно. Посмотрите, какой коридор у него. Его нужно как-то задействовать. Это целый бункер, ребята. Здесь можно понаделать полок себе и просто продовольствие столько сделать, что вы просто обалдеете. И мы попадаем в техническое помещение. Здесь тоже, естественно, три контора. Первый этаж, второй и бассейн, ребята. Накопитель и итальянский газовый котел. И все оборудование, ребята, здесь Италия. Итальяна Вейра. Лошат и Микантаре. Попадаем сюда. И здесь у нас, естественно, такое же помещение по поводу стиралочки и сушилочки. Здесь поместится тоже гладилочка, если вы захотите. И попадаем уже, соответственно, отсюда в дом. На этот дом мы обзор не будем делать, потому что он идентичный, абсолютно идентичный тому. Немножечко его отзеркаливает. А так все одно и то же. Одно и то же, ребята. Ну что, сейчас переверну камеру и я скажу вам пару слов, ребята. Пару слов. И еще раз обратите внимание, как все это выглядит. У нас вечереет полчетвертого. Через полтора часа будет темно. Здесь я делал вам обзор. Здесь побольше за счет этого помещения. Но все абсолютно идентично. Ну скажи мне, ты богатый? Ну хорошо, тебе не нравится это слово. Давай так. Ты успешный? Мужик, ты успешный? Леди, может быть вы успешны? Ребята, если вы успешны, телефончик в левом низу экрана, просто наберите и не упустите. Я даю миллион процентов, что этот объект будет продан в самое ближайшее время. В самое ближайшее время. И скорее всего, по моим прогнозам, одна семья заберет этот объект одной сделкой. Ребятушки, ну а вам я желаю, всем абсолютно без исключения. Понятно, что здесь в обзоре была доля юмора, счастья, здоровья, а главное, ребята, любви. Потому что даже если у вас есть деньги на этот дом, вы должны понимать, что любовь никто и никогда не купит ни за какие деньги. Поэтому искренней вам и настоящей любви. Я вас обнял. Пока. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok